И в завершении о спорте. В Новом Уренгое состоялся кросс-кантри. Открытые соревнования по велогонкам общества «Газпромдобыча Уренгой» посвятила 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организаторам понадобилось две недели, чтобы подготовить соответствующую трассу. Прелести пересеченной местности испытали на себе около полусотни спортсменов и любителей. Поучаствовать в кросс-кантри могли все желающие при одном условии – наличии технически исправного горного велосипеда. Подробнее расскажет Инна Гарах. Желающих проверить себя в условиях пересеченной местности на горном велосипеде около 50 человек. Это и спортсмены, и просто приверженцы здорового образа жизни. Многие участники сменили привычные белые воротнички на спортивные костюмы. Денис Левенец разогревает мышцы перед первым в жизни велокроссом. Инженер-электроник тоже решил покорить шестикилометровое бездорожье. Катался в основном по городу, просто по улицам. Иногда по лесам, по неподготовленным трассам, с минимальным изменением рельефа. А здесь уже будет подготовленная трасса, серьезная. Вот хочу испытать себя. Сколько минут вы для себя сегодня ставите планку? Минут. Я надеюсь, я слышал, я не знаю, я полный круг не проходил, там было слишком грязно, я как-то не стал велосипед свой марать, скажем так. Мой коллега проходил в неторопливом темпе за 15 минут. Я надеюсь, что в быстром темпе можно проехать минут за 9. На старте мужчины и юноши самая массовая категория по количеству участников. Они проходят два круга по 3 километра. Учитывая особенности трассы, велосипедисты стартуют с интервалом в 30 секунд. Это позволяет избежать давки и сходов с дистанции. Впрочем, без этого тоже не обошлось. Эмоции просто переполняет, потому что этот адреналин, он вырабатывается. Ощущение гармонии с теми ребятами, которые в этом участвуют. И какое-то чувство радости, она просто переполняет. Расположение трассы в лесотундровой полосе вблизи реки Седаяха не случайно. Подъемы и спуски как раз то, что нужно, чтобы ощутить все прелести кросс-кантри. Идея пришла в прошлом году на одном из совещаний производственных. Зашла речь о велосипедах. Организовывали мы достаточно длительное время, потому что погода подводила. Всю неделю вил дождь. И пришлось очень много времени потратить на подготовку трассы. После работы молодежь господом Догучи-Удингой собиралась и готовила трассу. Размечала, вешала ленточки, просматривала, собирала мусор. Всего три километра проходят леди. Так называется открытая категория для девушек от 18 и старше. Стартуют также раздельно. Практически все участницы осторожничают при спуске. Да и на подъеме верхом поднимаются единицы. Не жалуются на трассу участники детского заезда. Сначала было вообще легко, но потом, как поехала, было тяжело и немного подкачивала. Получаешь удовольствие. То, что катаешься. Иногда бывает падение и веселье. По итогам заезда в суде разыграли семь комплектов медалей. Учитывая количество участников и особенности ландшафта Ямальской тундры, можно смело утверждать, у кросс-кантри на севере большое будущее. И на гарах Давид Давитошвили, служба новостей «Импульс».